Ровно 80 лет назад именно здесь были расстреляны и похоронены 138 представителей кыргызской интеллигенции. Мемориальный комплекс Атабиид был построен в 2000 году в память о жертвах репрессий 30-х годов. Отец Бабирю Кадралиевой, находясь при смерти, рассказал своей дочери о тайне расстрела. Оказалось, что она в 1938 году была восьмилетней девочкой, отец которой работал охранником в заведении сели Чонгташ на южной окраине Бишкека, где проводили отдых сотрудники НКВД. Она поведала нам увиденную и рассказанную ее отцом историю о том, как в ноябре 1938 года здесь произошел расстрел. Бабирю Кадралиева хранила в себе эту тайну на протяжении 53 лет. Она изменила историю кыргызского народа, жила долгие годы с тягостной ношей, тайной, которую ей так было тяжело выдать, но которую она все же рассказала. И весь мир узнал о том месте, о той дате и о тех людях, которых мы называем нашими предками. Бабирю Кадралиевой сейчас 94 года. О тех годах она помнит, как сейчас. Однажды я вернулась в каникул, и на месте кирпичного завода, на котором мы игрались, остался один лишь бугор. Я говорю, папа, а где завод? Где мы будем теперь играть в прятки? А он, дочка, был сильный ураган, и все снеслось. Прошло несколько дней, и во время ветреных дней в наш дом несет с этого бугра неприятный запах. А подросшая наша овчарка никак не умется, воет и воет. А в феврале мы заметили сечение фосфора. Я физику хорошо знаю. Нас учили в школе. И уже тогда я много чего начала понимать. Оказывается, застрелив в городе и погрузив в две грузовые машины тела, привезли в наше село Чонташ. Разрушили кирпичный завод и закидывали туда тела людей. Я это знаю, потому что мой отец однажды позвал меня и сказал, «Букон, я уже не выживу. Открою тебе одну тайну. Ты ее, когда наступит мирное время, расскажи. Только будь осторожна. Только в мирное время. Возле нас похоронены тела, ни в чем не повинных кыргызских молодцов». Именно из-за осторожности, которой ее наделил отец, Бубира Кадралиева долго не могла раскрыть эту тайну. В какое-то время она сильно заболела. И боясь того, что не выполнит просьбы отца, Бубира Апапа пыталась рассказать это журналистам. Однако те ее на тот момент не восприняли всерьез. Но однажды, как она отмечает, к ней пришел молодой парень из КГБ. Поверил ей и предложил поехать в то самое место. «Однако не все так удачно пошло. Ведь когда начались раскопки, были и те, кто скептически относился к этому делу. Не верил, что удастся доказать, что там действительно находятся тела расстрелянных жертв репрессии», добавила Бубира Апапа. По ее словам, даже когда вышли первые останки, многие не верили и говорили, что это могли быть тела кого угодно. И все-таки правда выяснилась с абсолютной точностью. «Были обнаружены тела стольких людей. И у одного человека в брюках во внутренней стороне пояса белой шелковой нитью была написана фамилия. Все, что мы нашли там, постарались все взять во внимание. А у другого однажды мы нашли свернутую в четыре бумагу во внутреннем кармане верхней одежды, около сердца. Я подошла к сине по деревам и внимательно попыталась прочесть написанное. Оказалось, это приговор в отношении Таракула Адматова». Только после этого, отмечает Кадралиева, ей поверили. Поверили, что там лежат не просто люди, а элита кыргызского народа. И несмотря на то, что ей пришлось все эти годы носить тяжелую ношу, она не жалеет. «Мен, беген кыргызман 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 не чиндадам мон». Алмен не лим дин андинг кыши леря, а ларбанд балаловакрасы зырылдавил ошанчили. Атасын сеугун топпай хаэрдэкен билвейдюрыштуй. Тела выдающихся кыргызских сыновей после эксгумации были перезахоронены со всеми почестями в канун объявления независимости Кыргызстана 30 августа 1991 года. По официальным данным, в мемориальном комплексе жертвам репрессий от Абиид в селе Чонгташ Чуйской области покоятся тела 138 кыргызстанцев разных национальностей.